Вы знаете, что закончилась работа в округе. За это время произошло несколько, с нашей точки зрения, таких показательных событий. Ну, во-первых, расселись те, кого уволили из правительства, причем расселись неплохо. Шувалов на одно кредитное учреждение с безмерными возможностями и большими долгами. Дворкович на Сколково. Вы видите, что несмотря на то, что 22 мая было принято Государственной Думой наше протокольное поручение по причинах повышения необоснованного цен на энергоносители и прежде всего на бензин и дистопливо, вместо принятия мер и обещания, вы видите, что ваши коллеги сегодня с утра обещают, что правительство якобы приняло меры, но я вам докладываю, что закона пока в Думе нет. Поэтому я не знаю, как они меры принимают. И, к сожалению, рост цен, он сегодня вообще не объясним. Вот нам с вами рассказывали, мы вот для того, чтобы уравновесить и не допускать потери в бюджет, привяжем бивалютную корзину к ценам на нефть. Но, оказывается, для России большие цены на нефть – это тоже проблема. Ну, вы видите, было 35 проблем, стало 84 – тоже проблема. Ну, с нашей точки зрения проблема в том, что четвертый раз к управлению России пришла праволиберальная команда, которая, в принципе, не способна решать конкретные вопросы. Именно с этим связаны все проблемы, которые у нас есть. Потому что, ну, результат нужный достигли, теперь все празднуют и, наверное, хотят максимально получить дивиденды. И на курсе доллара, и на ценах на бензин, и на ценах вообще везде. Мне вообще непонятны вот эти вот мантры госпожи Набиулиной, которая рассказывает там про 2,5% инфляции. Ну, она, вероятно, в магазин не ходит, потому что вот когда в магазин заходишь, то сразу видно 2% инфляции или 15%. Понимаете? И самое главное, и опасное – это то, что правительство и Центробанк живут параллельно с обществом МИИ. И это вызывает справедливые нарекания и отрицания. Я вам скажу, я проводил много встреч, и меня удивило, что, ну, казалось бы, если результаты выборов президента взять, то каждый 7-8 проголозовал за президента. Когда в аудитории спрашивают, сегодня единицы поднимают руку. Я думаю, что при таких темпах роста цен через месячишку вообще окажется, что никто не голосовал. И это очень опасно, потому что нарисованные результаты, они всегда опасны цветными революциями. Ну, и вы видите, что по своей старой традиции вместо дела начали заниматься опять переименованием. И у нас вопрос, а чем они отличаются от бендеровцев Украины? Потому что вот Алексей Владимирович, он из Ульяновска родом, он вам расскажет, как произошла отставка мэра, из-за чего, и на основании чего пытались или переименовывают площадь, в общем-то, имени Ленина на родине Владимира Ильича в собор. У России сегодня огромное количество проблем, экономических проблем, в том числе и рост цен на бензин, который, безусловно, отразится сегодня на инфляции, отразится на экономике. У России есть средства дополнительные, поступившие от того, что у нас сегодня нефть оказалась дороже, чем предполагало правительство, это почти 2 триллиона рублей. Но вместо того, чтобы заниматься сегодня действительно важными вопросами, нынешние власти, в том числе региональные, занимаются абсолютно ненужными делами, в частности, опять попыткой бороться с советскими символами, вот такие варианты десоветизации, которые идут сегодня во многих регионах, это вопрос не только Ульяновска. В Пензе площадь Ленина, точнее площадь Советов переименовали в площадь Соборную, в Ульяновске, на родине Владимира Ильича Ленина, главную площадь города, любимую площадь города. Никого не спросив и ни с кем не посоветовавшись, какой-то чиновник, временно назначенный, временно исполняющий обязанности, своим единоличным решением переименовал. Из площади Ленина, где находится памятник Владимировичу Ленину, где находится, собственно, здание советской эпохи, где нет никаких соборов, переименовали в площадь Соборную, опираясь на некую какую-то историческую справедливость. Оказалось, что 80% населения после соответствующего опроса категорически против подобного рода переименований, требует вернуть прежнее название площади. Однако это, к сожалению, не стало никаким сигналом, никакой дополнительной повесткой для действующей власти. 25 числа, 25 мая прошел массовый митинг в городе Ульяновске с требованием вернуть прежнее название площади Ленина. На этом митинге присутствовало более тысячи человек. Все единогласно выразили свое мнение и обратились к губернатору с требованием вернуть прежнее название площади. Однако реакция, к сожалению, никакой не последовала. Протестующих обвинили в неком расколе, в попытке свержения региональной власти. Конечно, это полная глупость, но факт остается фактом. 80% жителей города, горожан категорически против, а местная власть, региональная власть продолжает гнуть свою линию. Продолжает вбивать кол между различными социальными группами. На этой же площади чуть позже по инициативе областных властей прошел срочно крестный ход. И христиан призвали своими телами защищать данную площадь от каких-то нерадивых коммунистов, либо других людей, которые вспоминают советское прошлое, тем самым противопоставив две крупные группы. Группу верующих и группу неверующих, группу христиан или группу мусульман. Это очень опасные веяния, это очень опасные в настоящий период действия, которые совершают, абсолютно осознанно совершают региональные власти. Есть определенные параллели, я о них уже Николай Васильевич говорил, параллели с тем, что происходит сегодня на Украине. Когда действующая сегодня украинская власть пытается вытравить из истории, из памяти людей весь советский период. Когда она рушит памятники, когда она переименовывает точно таким же способом все, что связано с советской эпохой. Это то время, объединительное время, не без ошибок, безусловно, прошедшее, но из которого сегодня вышла большая часть населения нашей страны. Это было действительно время огромного подъема и духовного, и нравственного, и научного, и производственного. И, к сожалению, действующая власть на Украине и ее последователи на территории Российской Федерации сегодня пытаются забыть это время, пытаются забыть этих людей, пытаются забыть эти достижения. И вместо того, чтобы, повторюсь, решать реальные проблемы людей, связанные с бедностью, а это порой и с откровенной нищетой, связанные с повышением цен, связанные с ЖКХ, с морем других проблем, занялись переименованием. И включили второй этап того периода, который был в 90-е годы, если вы помните, первый этап переименования, сейчас пошел второй этап. Мы выражаем категорический протест против подобного рода вмешательств в историю. Мы выражаем категорический протест против десоветизации, поскольку именно эти действия сегодня разрушают единство российского народа. Именно эти действия сегодня вбивают противоречия между основными социальными группами. Это Российской Федерации сегодня не нужно. У нас достаточно сегодня и внешних причин, и внешних поводов для того, чтобы быть единой и по-настоящему цельной нацией. Уважаемые коллеги, и к сегодняшней повестке. Вы знаете, что вчера, в общем-то, неожиданно для многих, был отменен правительственный час, на котором должен был выступать Топилин. С моей точки зрения, как никогда, кстати, было бы мнение министра-соцзащитника, который, в общем-то, изложил бы почему и что предлагает правительство. Но, вероятно, для того, чтобы не дать возможности в Думе отразить вопросы, которые беспокоят сегодня общество, этот правительственный час отменен по причине того, что якобы Медведев сегодня по этой же тематике, в преддверии прямой линии президента, будет проводить совещание. Мы считаем, что это неправомерно, потому что мы с вами буквально на прошлом месяце, последние недели, уточняли график правительственных часов. Вот с моей точки зрения, если бы правительство хотело заниматься делом, вот я бы на месте председателя правительства всех министров через парламентский час пропускал. Для чего? А, это бы хотя бы на время заставляло концентрироваться на проблемах, ну и б, какие-то решать. Это уже как, опять 18-е там общение президента чем закончится? Сейчас расскажут о миллионах звонков. Но никто же не анализирует структуру этих звонков. Потому что если вы посмотрите 2005 года, там вопросы были те же, которые в 2018, только в 2018 они обострились, понимаете? Но если в 2005 президент рассказывал, что ни в коем случае не будем возраст повышать, то сегодня уже де-факто для муниципальных и государственных служащих повышение возраста состоялось. Я уверен, что протащат при нынешней структуре и для остальных. Но я спрашиваю, это снизит напряженность на рынке труда или уменьшит? Это ускорит решение проблем или законсервирует их? Потому что, ну, фактически, вы для молодых ребят и девчат закрыли социальные лифты и возможность продвижения по службе. Минимум на 5 лет, да? Если вы увеличили для чиновников пенсионный возраст. Фактически к 30 миллионам, которые уже сегодня официально есть, работающих в тени и не занятых, повышение пенсионного возраста добавит еще несколько миллионов. Вообще непонятна логика тех, кто это предлагает. И если вы видели деловой завтрак у Грефа, то уже даже младореформатор Макаров начал нашими словами рассказывать о неэффективности и системы управления, и налоговой системе, и межбюджетных отношений. Ну, я думаю, что если они заговорили, наверное, дела совсем швак. Поэтому всем вам удачи и объективного освещения происходящего. Будьте здоровы!